Братья и сестры Симона Петра и брата Его и сказал, следуйте за Мною. И они оставили все и последовали за Иисусом. Далее мы слышали, что по дороге Он увидел других двух братьев, заведений. И Он тоже призвал их, и они оставили отца своего и последовали за Иисусом. В нашей жизни, дорогие братья и сестры, Господь призывает нас всех. Возьми свой крест и следуй за Мною. И вы знаете, по дороге в своей жизни мы должны сделать что-то доброе в своей жизни. Я всегда говорю, что люди переживают, вот я не постилась, вот не смогла продержать гость, вот не смогла продержать молитву. Вы знаете, Господь не спросит нас, постились мы или не постились, молились или не молились. Он спросит у нас. А сделали ли мы в своей жизни что-то доброе? Помогли ли вы кому-то? Поддержали ли вы кого-то? И вы знаете, или сделали что-то доброе в своей жизни? Вот что спросит у нас Господь. В нашей жизни, дорогие братья и сестры, бывает такое, что человек молит, заходит в храм Божий, просит и говорит, Господь не слышит меня. Сколько я не просила, сколько я не молилась, Господь как будто забыл обо мне и не вспоминает меня и не поддерживает меня. Вы знаете, это неправда. Господь слушает каждого. Когда мы приходим на молитву, то Господь стоит возле нас и слушает и дает нам поддержку, потому что Он так любит всех нас. Он так хочет, чтобы мы были и здоровы, и счастливее, и имели жизнь в достатке, даже более, нежели мы сами себе желания и я всегда говорю. Однажды, знаете, человек приставился к Богу. Я вот слышал такую притчу, и вот Господь говорит, взял его к себе и говорит, вот, всю жизнь я был с тобою. посмотри на песок, вот твои следы по твоей жизни, а рядом с твоими следами мои следы. Всю жизнь я был рядом с тобой, всю жизнь я поддерживал тебя. И вот этот человек смотрит в книгу своей жизни и видит, что вот эти, вы знаете, отпечатки от ног идут всегда рядом. Но в тот момент, когда ему было очень тяжело, он увидел только одни, вы знаете, отпечатки ног на песке. И он спросил, Господи, вот в то время мне было так тяжело, почему ты оставил меня? Почему ты забыл меня? Почему ты оставил меня в беде и в болезни? И Господь ответил, нет, я не забыл тебя, я тебя нес на руку. В нашей жизни, дорогие братья и сестры, верьте, Господь никогда никого не оставляет. Мы забываем о Боге, мы Его оставляем, мы проходим мимо Него, но Он никогда не будет мимо. Он всегда с нами, служит нас, поддерживает нас и дает нам надежду. Надежду на то, что все в нашей жизни будет хорошо. Верьте, братья и сестры, Господь, милостивый, долготерпеливый, Он любящий Отец, никогда не оставляет меня. Он сам сказал, и двое, и двое забрались в имя мое, мое, а так и я посреди вас. Сегодня нас больше не жили в Боге и и я верю, что Господь есть с нами. Единственное, что в основном, братья и сестры, что означает, что у Бога нет времени. Он может прийти сегодня, дать нам кругу помощи, а может через год, а может через два. Но Господь сказал, в первую очередь ищите Царство Небесного, а все остальное добавится вам. Счастья вам, братья и сестры, мира и любви. И храни вас все, Господь.